День науки День влюбленных уже не за горами. В Казани покажут короткометражные фильмы о любви. Как сыграла сборная России по хоккею в матче Евротура и как будут наказывать нелюбителей покататься в тонированном автомобиле, об этом и многом другом расскажем прямо сейчас в рубрике Веб-Ньюс. День влюбленных уже не за горами. День влюбленных уже не за горами. В Казани покажут короткометражные фильмы о любви. Показ фильмов пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Короткие истории о любви – это романтическая коллекция фильмов о любовных приключениях, испытаниях, наслаждениях, страданиях и забавах. Полотно полигогена под названием «Когда ты выйдешь замуж», на которой изображены две таянки, продано за 300 миллионов долларов, сообщает The New York Times. Биологическая эволюция нашего вида не остановилась, и она идет прежними доисторическими темпами. К такому выводу пришли финские генетики, проанализировавшие несколько веков кенеалогической истории Финляндии. В интернете набирает популярность видео, где мужчина забыл побриться перед работой. Кандидаты наук, профессура, бакалавры и лаборанты, доктора и магистратура, практиканты и аспиранты. С Днем науки хочу сердечно вас поздравить. Желаю счастья, вам открытия желаю вечных, лишь достойных и настоящих. 8 февраля для российской науки дата историческая и знаменательная. Ведь именно в этот день, 291 год назад, Петр I основал Академию наук. И пусть официальный день российской науки празднуется лишь чуть больше четверти века, для ученых всей страны их профессиональным праздником всегда был именно восьмой день второго месяца года. Не стал исключением и 2015. Я хочу тоже поздравить вас, а не руководство нашей республики, за большую созидательную работу, достаточно большого количества ученых в нашей республике, объединенных в Академии народов. С этим праздником, с этой датой Днем науки Российской Федерации пожелать вам новых и новых успехов, крепкого здоровья и благополучия каждому. Что я и делаю, прошу вас. В Татарстане науке всегда уделяли особое место. Недаром нашу республику называют колыбелью и химии, и математики, и многих других наук. А сегодня Татарстан еще и один из самых инновационных регионов. Огромная заслуга в этом принадлежит татарстанским вузам. Здесь наука на первом месте. Огромный вклад в развитие науки не только региона, но и всей страны, вносит и Казанский федеральный. Университет, по крайней мере, в жизни Татарстана, конечно, и в жизни науки, он сыграл выдающуюся роль за 210 лет. И фактически почти половина членов Академии – это сотрудники Казанского университета. И юбилей, которые провели в прошлом году, он также показывает, какую роль и значение имеет Казанский университет в жизни, Казани, республики, страны и в мире. Поэтому от имени Казанского университета сотрудников коллектива я хочу вас всех также поздравить с этим Днем Российской науки. Заслуги ученых Казанского федерального признают на всех уровнях. Не случайно именно наши профессора и даже аспиранты всегда и во всем на первых позициях. Свою порцию аплодисментов Казанский федеральный сорвал и сегодня. День науки не был бы Днем науки, если бы на нем только награждали достойных и вспоминали о достижениях. Ведь наука живет не вчерашним и даже не сегодняшним днем. Святой долг каждого ученого заключается в том, чтобы увидеть, что будет завтра. И в непростой 2015-й это как никогда актуально. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз. Время узнать о последних новостях в мире науки и техники. Слово Ралини Киряевой. Начну, пожалуй, с самых интересных новостей науки в мире. Сураб Дата студент Института интерактивного дизайна Копенгагена в рамках своей научной работы создал механическое устройство, которое учит рисовать и развивает мышечную память. Устройство из рычагов и шарниров надевается на кисть руки, как перчатки, заставляет выполнять необходимые упражнения. Если следовать инструкциям достаточное количество раз, то по замыслу автора это разовьет мышечную память, и рука научится самостоятельно выполнять нужные движения. А в России более 30 лет специалисты Томского государственного университета исследуют влияние теплеющего климата на процесс эмиссии углерода на территории Сибири. Дело в том, что этот регион является одним из самых мерзлотных на планете, и недавно исследователи центра BioClimLand инициировали и выиграли крупный международный проект, объединяющий ведущих ученых из Великобритании, Швеции, Франции и России. Проект называется «Влияние климата на эмиссию углерода и его экспорт из сибирских внутренних водоемов» или Siberian Inland Waters. И напоследок в Татарстане. Открытие регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан прошло в Казани на территории производственного комплекса Invent. К слову, центр открылся при участии Ассоциаций инновационных регионов России. А на этом все. Олимпийские перемены согревают города. Стань участником и поделись своим теплом. А как, тебе расскажет Александра Волкова. Теперь, чтобы подарить тепло и присоединиться к всероссийской акции «Олимпийские перемены», может любой. Для этого в Казани установили двусторонний автомат. Чтобы нам за 30 секунд можно было согреться, нам нужно просто нажать на кнопку. А теперь, чтобы подарить тепло, нам нужно просто для начала выбрать город. Мы это сделали! Первое – это привлечение людей к здоровому образу жизни, так как здесь в основном совмещен бег. 30 секунд бегать надо. Второе – это согреть, лететь зимой в такую холодную погоду. И третье – то, что человек, аппарат фотка человека после бега и после согревания. И фотки укладываются на сайте, и можно найти свои фотки, и увидеть человека, который ты согрел. И в данный момент человек может найти себе пару из другого города, может как-то более сильно связаться и подружиться. Некоторых людей даже учить не надо этому, так как они это уже видели в рекламе, в интернете, везде. И они уже как-то осведомлены о правилах этого проекта. Пожилые люди тоже так же. Большая часть из них людей как-то старается поучаствовать, хоть как-то побегать, ну или хотя бы согреться 30 секунд. Тебя согревает Универ Ньюз! В Елабужском институте КФУ проходит аккредитационная проверка ВУЗа. Была проделана огромная работа, выложено много сил, а проверка позволяет узнать качество труда. Подробнее в следующем сюжете. Со 2 по 6 февраля в Елабужском институте КФУ проходила очередная аккредитационная проверка ВУЗа на соответствие показателей учебной деятельности высшего учебного заведения с установленными государством стандартами. Для нас эта аккредитация важна еще и тем, что мы впервые среди направлений подготовки на аккредитацию предлагаем непедагогические направления подготовки. Такие как юриспруденция, экономика и менеджмент, прикладная информатика, лингвистика, биология. Такие направления подготовки проходят аккредитацию впервые. В течение нескольких дней члены аккредитационной комиссии вели ознакомительную работу с материально-технической базой института, проверяли документы по каждому направлению деятельности, общались с преподавательским составом и студентами. То, что мне здесь понравилось, вы знаете, вот общался со студентами, теплые отзывы о преподавателях, которые ведут занятия. Они очень подчеркнули такое доброе отношение преподавателей, возможность к ним обратиться, вплоть до того, что они там по мобильным телефонам звонят. Некоторые из экспертов, не скрывая позитивных эмоций, делились своими впечатлениями о Илабужском институте. Здесь так здорово развиты разные конкурсы, разные спортивные мероприятия. Вот сейчас готовятся к студенческой весне. До этого были разные посвящения студенты и тому подобное. Поэтому, если у кого-то еще были сомнения, стоит ли куда поступать, то, я думаю, вполне будет правильный выбор, если абитуренты, 11-классники этого года будут поступать сюда, потому что здесь хорошая перспектива. Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Сегодня Казань посетила делегация Республики Казахстан во главе с ее премьер-министром Каримом Максимовым. В рамках визита гости побывали в Казанском IT-парке на вертолетном заводе и, конечно же, не смогли проехать мимо Казанского федерального университета. Казанский федеральный и Казахстан – давние друзья. Наш университет довольно долгое время сотрудничает с целым рядом казахских университетов. А Казахстан, в свою очередь, один из главных поставщиков иностранных студентов. Подтверждает хорошие отношения и очень частые визиты делегаций из Казахстана в КФУ. Но желание премьер-министра республики посетить Казанский федеральный для всех стало приятным сюрпризом. Кариму Максимову показали новейший центр трансляционной медицины Казанского федерального. Здесь гость смог убедиться в том, что у КФУ не только богатая история, но и не менее яркое будущее. В КФУ входит число лучших вузов России и нет ничего удивительного в том, что за советом и опытом сюда приезжают представители других вузов. Кто посетил Казанский федеральный в этот раз, расскажет Лилия Равилова. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители института управления при президенте республики Саха, Якутия. Первым пунктом в списке дел на ближайшие три дня стала встреча с ректором КФУ. О цели визита поверил сам ректор института управления при президенте республики Саха, Якутия. Мы ездим по нескольким городам, в том числе приехали мы в Казань. Цель одна – это увидеть передовые наши вузы страны, поделиться опытом, увидеть, как они работают, какие успехи, как для нас очень интересно будет богатейший опыт Казанского университета. На встрече побывали Лилия Равилова и Руслан Урозаев. Универньюз. Богат и славен Казанский федеральный на таланты. Наши студенты под стать альмаматор стараются во всем быть лучшими. В науке, культурной жизни, общественных началах и, конечно же, в спорте. Поэтому яркие спортивные победы наших ребят – дело уже привычное. Но есть среди этих побед и особенные. Россия – безоговорочный мировой лидер в художественной гимнастике. Поэтому Кубок страны в этом виде спорта по накалу и уровню конкуренции ничем не уступает даже чемпионатам мира. Борьба здесь идет до последнего. Именно поэтому медали внутреннего чемпионата практически для любой российской гимнастки – навес олимпийского золота. Но чтобы добиться успеха, атлеткам в буквальном смысле приходится прыгать выше головы. В этом году такой прыжок удался сборной Татарстана. Наша команда завоевала бронзу в групповых упражнениях. Эта маленькая победа вдвойне приятна тем, что в сборную республики входит и студентка Казанского федерального. Это, наверное, самые яркие эмоции в моей жизни были. Потому что это первая моя награда на таком уровне. Когда мы узнали, скрестив пальцы, ждали оценку, когда узнали, что мы все-таки третьи, с какими мы эмоциями просто побежали переодеваться на награждение. Ну, наверное, ради таких эмоций стоит жить. Полина – студентка второго курса химического института имени Бутлерова. Всю свою сознательную жизнь она посвятила художественной гимнастике. А это без малого 15 лет. Поэтому, когда перед ней встал выбор, в какой город поступать, Полина даже не раздумывала. Ведь именно в Казани один из самых современных центров гимнастики. И лучшие тренера. Ну, а выбор вуза девушка объясняет просто – любовь к химии. Иногда прихожу на тренировки вся в себе. Девчонки говорят, у нее в голове до сих пор формулы химические. Конечно, шутят очень часто. Когда у них что-то болит, а у нас постоянно, когда начинаются спортивные сборы, то есть с утра до вечера в зале, садимся сразу вокруг аптечки, что-то мажем, что-то заматываем. Ну, и девчонки просят что-то изобрести, чтобы ничего не болело. И они обещали мне памятник воздвигнуть за это. Однако химия и спорт, как призналась нам Полина, вещи трудносовместимые. Но девушке удается не просто их совмещать. Зачетки у студентки одни пятерки и ни одного незачета. Так как я с пяти лет занимаюсь, я уже привыкла, что у меня школа, тренировка, потом уроки. То есть спорт, он очень дисциплинирует. И уже с самого детства привыкла совмещать. Конечно, с каждым годом все тяжелее и тяжелее, но я справляюсь. Казань и Казанский федерально изменили судьбу Полины только в лучшую сторону. Впереди у спортсменки самые амбициозные планы. Ведь бронза Кубка России – это все же не олимпийское золото. Александр Александров, Руслан Урманов, Универньюз. Сегодня в рамках визита в Казань наш университет посетила заместитель министра образования и науки России Людмила Огородова. Она осмотрела учреждения здравоохранения и некоторые объекты Казанского федерального. Клиника, лабораторный комплекс КФУ, а также новый учебно-лабораторный – Кампус ИФМИП. Сюжет и интервью замминистром смотри в нашем следующем выпуске. Это были все новости, о которых мы успели рассказать сегодня. Далее – курсы валют и погода на завтра. До скорой встречи. Пока! Казань и завтра пасмурно. Небольшой снег. Температура воздуха – минус 15, минус 18. Курс валют – доллар 66 рублей, 4 копейки. Евро – 75 рублей, 65 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова